речку я ребят нашел только пожалуйста не смейтесь по-моему этот лес называется ноксинский но мы будем сидеть не здесь блин профукал лежачего полицейского не заметил знак за дерево как раз я нагнулся посмотреть посмотреть пишет ли или камера пишет оказывается нормально завая машина едет по моему камаз что ли распотрошился пыль пыльно там пыльно и швенка это чехоньку ехать по ней неудобно так здесь есть родилась отсюда не станем да эту дорогу все еще строит ребята я уже в предыдущих видео и зимой тоже рассказывал здесь катался так сейчас вам остановлюсь покажу электробайк тоже покажу скоро он оттуда издалека это через всю казань будет такая дорога чтобы по трассе по им 7 не ехать вот так вот в круговую надеюсь видно мою руку да видно так круговую чтоб не объезжать м7 хотят сделать еще прямо посередине вот через всю казань еще одна будет как бы и не знаю по трассе что ли будет называться ее строит уже сколько лет как уж не скажу что 90-х или своих десятых может года три может два так вот да не три нету где-то 2 наверно по моему потому что года три назад я здесь ездил была дорога вот там с краешку такая здесь деревья росли здесь лес такой был он лес там небольшой видно вот возле города вот с правой стороны вот короче это хотят сказать там дальше мост и так далее вот будет здесь дорога трасса такая мысли мы на ней обязательно свои прокатимся а пока мы едем дальше посмотрим что там дальше есть я сейчас мы поедем в то место где еще ни разу не был это называется реку не помню как называется у него мы даже название нет недалеко от села богородская сейчас прокатимся посмотрим что там есть ну вот это пыль ребят как раз таки мы должны были подняться вот отсюда по этой дороге куда поехал сейчас вековая удобно уже оказывается можно было подняться могут быть какая стоит потихонечку попробуем щебенка вот здесь была помню с линаром здесь весной катались она была такая еще крупная вот как здесь с краю лежит вот она такая была здесь утоптали еще 7 привезли давненько я здесь не катался а на самом деле надо налево если конечно будет дорога опять тут пыль сейчас весь велосипед будет в пыли ладно придется заехать на мойку самообслуживание что ли то нет в пыли дно ползет вот тут уже поспокойнее будет про такую дорогу мил виду она ведь была раньше и не одна это вот одна из оставшихся наверно наверно хочу сказать на предыдущем электровелосипеде по таким дорогам от такой скорости не покатаешься он был слишком тяжелый а этот брит для меня ребята вот это рамы для меня отвечаю как пушинка настоящий пушинка так нам где-то ну уж поезде недалеко должно оставаться до речки ну тут по-моему что-то натворили зачем так сделать как проехать час автомобилистом непонятно а мы проедем легко такс и где-то не помню точно где-то должна быть в реках вот такая мелкая конечно получится ли вот слева поехать не знаю может сюда ехать лучше справа как может дорога как какая-то есть неизвестно попробуем сюда час все-таки здесь строители ездит на машинах туда-сюда может быть дорога к трассе уже есть от трассу по идее я уже слышу пишет то что камера нагрелась ничего страшного но мы короче едем в правильном направлении я думал справа будет нет надо чуть-чуть левее свернуть оказывается что у вас есть ну тут уже кто-то на машине ездил застревал лопата буксировочный трос ну и почти лопата речку я ребят нашел только пожалуйста не смейтесь но это надо ближе богородскому короче ехать там будет круче речка на вот здесь короче речка но тут вообще уж блин и там он еле-еле видно еле-еле видно он там совсем чуть-чуть вообще почему так не знаю по-моему должна быть покрупнее чуть-чуть вроде бы должна быть покрупнее потому что мы с эльгизом катались перед поездкой в сочи вон там богородское озеро сам вон там она оттуда течет вода там река речка такая покрупнее уже было почему-то здесь вообще что-то мелкая что такое непонятно жалко конечно были вернув небольшая речка хотя в метра два там будет шириной посетит ну ладно сейчас сейчас решил поехать немножко по-другому вот мы слева заезжали в лес лесок небольшой оттуда я выехал и заехал заезжаем сейчас чуть ближе к богородскому озеру возможно здесь покрупнее будет река но тут какой-то какой-то пляж есть карта показывает он там сверху если видны фуры едет посадка там трасса м7 по моему и в этих местах еще не был карта показывает нам надо ехать прямо поехали короче к озеру самому устал я что-то уже искать здесь ездить на последний раз здесь последний раз мы здесь были с ингизом весной по моему да вода такая не очень чисто конечно если бывает люди и купаются сейчас спустюсь пониже и этот в основном здесь люди рыбачат такая такая прям темно-зеленая на берегу видно люди люди сидят отдыхают шашлык-машлык ну и выпивает естественно здесь везде все заняты ребят да весь берег занят а там где камышей вот растут слева от нас там никто нет основного здесь сзади меня сейчас слева позади отстаются места такие красивые более-менее и вот здесь слева спереди еще есть тоже там более-менее места где можно посидеть порыбачить да он здесь пар в палатках 1 вижу такая же палатка у меня это палатка мне не очень понравилось все-таки купленные в декатлоне лучше любаки вижу подъезжать скорее всего не будем задолбали с такими же вопросами типа а у тебя клюет а когда клюет а здесь клюет а почему не клюет а где клюет а кто клюет наверное мы сейчас поедем чуть-чуть вперед вот слева где-нибудь тормознем так аккуратненько смогем или не смогем где я черт возьми и окорный бабай туда я приехал все понятно куда я приехал все понятно вторую скорость лучше на первой не тянет да узи же такое темно-зеленые если вам видно ребят на той стороне уже занято купаются нечет в таком болоте купаться не очень хочется и и и и и и и Продолжение следует... 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 мусор извините может кому-то хоть кто-то хотел забрать надо действительно просто кому-то отдать да и все ее эту раму так и этот не горит вроде бы нет быстренько пробежимся всю электронику которую я все ли вся электроника которая была у меня электроника которая была одна электро велосипеде на той раме на самодельной я перекинул сюда свет почему-то мне этот понравился покрасил эту девятнадцатую раму алюминиевую тоже в такой же цвет покрасил и покрыл лаком колеса тоже оттуда кенда крышка кенда вот видите она все еще целые представляете сколько тысяч уже проехал а вот от чао янг эта фирма все уже лысые до сочи и обратно но немножко тут осталось короче можно еще немножко покататься и все выкидывать вот кенду я вам ребят советую посмотрел так ну ладно вилочка поставишь у меня сами знаете на на отрабатывают следы есть как видите цепь пока у меня не установлена цепи нету шатуны алюминиевые рама алюминиевые дропауты установил спасибо искандару искандар тебе отдельное спасибо помог мне установить дропауты то есть мы я приехал к нему попросил металлу вот пожалуйста он сам там резал что-то там байдага там сейчас отверстие все сделаем как я сделал мы то есть вот распилили какой-то вот такой кусок вот если вы видите с той стороны болтами прикрутил вот на те отверстия которые были на раме с двух сторон такие две пластины и ничего нормально ездит ничего не тянет и собрал пока из элементов 18 650 умные ант бмс аккумулятор у меня на 25 ампер вот контроль у меня тот же infineon 3 пока вот у меня все вот так вот ребят пока от это не обессудьте все нормально бардачок вот я как говорил уже спадает в сторону тут должно быть спереди еще лямка чтобы схвататься здесь но ее пока нет роль у меня тот же вилка та же я все вот оттуда перекинул сюда здесь я купил сидушка мягкая и багажник багажник вот такой с хомутами то есть не надо было здесь что-то сверлить и там придумывать вот и установил я еще ребят новые эти фирмы наверно видите тормоза которые нажимаются пальцами и назад и вперед вообще проблем нет блин я еще я раньше не догадался вот так вот сделать так у нас тут наверно осознание потеряет это просто бомба один писал мне тут недавно комментарий про путешествие ты что хлеб нельзя есть там же он содержит магний майонез я люблю и как без хлеба то есть вообще не понимаю или не могу я знаю что некоторые едят без хлеба я не могу ребят ну чё давайте аж масло течет приятного аппетита супер вкусно особенно на природе дома купаться не вкусно на природе вкусно вообще вкуснятина ребята бегите магазин закупатами на природу это просто неописуемо никакой нафиг ресторан даже не нужен вот природа с хлебом обязательно вот и вот магний магний говорит там присутствует смертельно опасно так что вот так вот ребят многие уже знают ребята подписчики поставить майонез люблю я ем его прям так вы просто не представляли как вкусно нужно ребятушкам группу телеграм отправить вот эту движуху добавляйтесь телеграм-канал там мы переписываемся даем какие-то советы или мы спрашиваем советах общения и так далее ребятушки везгол кушать купаты зря ты вот сидишь и на природу не выезжаешь вот его последний раз на природе был скажи к мне вот останови поставь на паузу и напиши к нам в комментариях когда ты был последний раз на природе жарил купаты либо семью или бы без семьи канал ты бы последний раз вот лишь не помнишь я уже да уж как обычно везде мусор вот она позвать прозрачный буквально сантиметров 10 и все как всегда уж полторашки бренды весь вот вот такая ребят надеюсь вам видно прозрачность мелкие зеленые частицы плавают нет прям запах такой неприятно идет от воды вот такой немного тухлый что ли мне здесь купаться вообще вы чё не канает про электровелосипед если есть какие-то вопросы ребят спрашивайте я буду я практически практически на каждой адекватный комментарий я отвечаю вы наверно сами замечали кто-то уже больше 50 тысяч подписчиков имея не отвечает на сообщение но так нельзя надо с хотя сказать с клиентами надо с публикой общаться обязательно им же интересно какие-то вопросы задают надо отвечать обязательно я стараюсь на все отвечать на все ант бомо с умной бомо с через приложение сейчас мне стоит собрал я аккумулятор на 14 с вот и максималка 66 где-то примерно один подписчик гумар кстати привет тебе огромное спасибо ты мне вот на днях как раз помог и этот машина нужно было любезно не предоставил а любезно подъехал и так решим твой вопрос без проблем и этот он мне помог вот он прокатился на нем и 66 к матче он выжил посмотрел через свое приложение 66 помощи идет цепь пока не ставил хочу натяжитель какой-то там придумать либо купить готовый либо сам сделать не знаю пока еще вот одна скоростной оставлю переднюю покрышку буду менять поставлю либо двадцать шестой колесо сейчас мне двадцать четвертый стоит нафига я шиплю шиплю либо 26 поставлю либо 24 оставлю поставлю тоже кенду а еще сейчас надо будет думать на зиму скоро обычно ведь сани готов летом вот у нас еще будут сейчас август месяц много будет поездок еще таких мелких но будут они постараюсь в этом году съездить нет не в этом постараюсь в это месяце съездить соседний город один здесь он находится он здесь находится у нас по постами потом постараюсь съездить соседнюю республику чебоксары ребятушки там зовут меня тоже подписчики вам тоже ребят всем привет вот построить туда съездить ничего это уже естественно 9 на берегу волги или к мы там по моему кому вроде бы с палаткой поеду тоже также с ночевой там посмотрим где я буду заряжаться и как обычно какие будут поломки а может и не будут мужик плывет лысый . ладно надо же вам показать рассказал да вон он так ей вот такие планы пока что потом еще ребят я обязательно вам расскажу я ведь все-таки было то и два с тобой брал краснодарский край сочи я от него тоже заряжался тоже расскажу про него обязательно будет отдельное видео про вот этот именно зарядное устройство тайп 2 но обязательно будет так что ребят подписываемся будет интересно будут еще покатушки у меня не говорю поедущих соседью республику вашего город чебоксары постараюсь это все сделать в августе и августе двадцать третьего года и еще съездим соседний городок здесь есть небольшой дату 160 километров туда тоже на пару дней съездим с вами сегодня уж я так выехал ребят чтобы записать небольшое видео прокатиться ноги у меня спрашивают про этот электробайк типа что ты собрал давай рассказывай в группу я уже в telegram кстати да еще раз повторюсь подписывайтесь в группе уж скидывал так короткие видосики пару штук наверное ребят там уже видели вот но не до конца вот так вот мне нравится такой легкий получился и удобный тот был слишком тяжелый этот не очень было он на трассе путешествиях себя очень хорошо конечно ведет этот потому что он грузовой получился как бы там нагрузил да ну и ось сломал пару раз ладно это ерунда все прошло уже палец зажил практически но сгибать не могу до конца болит еще такие дела на днях надо будет поехать еще в село габишево там есть озеро красивые тишина там народу практически нет там никто не купается по моему них не купается там основном рыбаки там есть очень красивые места где можно за ночевать надо туда стартануть на днях я вот соберусь немножко освобожусь отдел обязательно туда поедем ребят отдохнем планов много нас еще год возможно я в что-то соображу уже в путешествие какой-нибудь поеду солнечными панелями возможно надо немножко денег под накопить возможно кто-то мне поможет донатом поэтому подписывайтесь будет интересно охота мне что-нибудь такой попробовать какой-нибудь небольшой аккумулятор собой взять интерна 25 35 40 и вот и с ним вот попробовать поездить на недельку дней 5 вот так вот можно ли вообще с помощью панелей вот так вот передвигаться я чуть хочу попробовать вот так вот да я смотрел конечно ребята казахстане в казахстане ребята в казахстане катались но но это совсем другой я хочу я попробовать это они это я хочу пополнить думаю будет интересно тем временем у нас кипиточек уже готов все кофе готов иногда охота вот так посидеть отдохнуть пообщаться с ребятушками горячий не люблю горячий пить там кипяток у меня даже жена выставить чайник утром допустим чайник вот-вот закипел я уже в ванной допустим зубы чищу и так далее буквально две минуты проходит минуту может пройдет я выхожу я кнопку нажимаю опять чайника он такая но он же вскипел только что нет мне нужен кипяток так вот у меня такой принцип кипиток чтоб жгло все внутри чтоб кишки все все жиры промыло мотик бандюган какой-то куда тут кстати местность такая только на таких и гонять не на электро байках не ну почему на электро тоже можно аккуратненько не как эдик за лесного эдик блин ну чё ты натворила почему он сам знает чем натворил чё выключился бензин кончился или чё а я сейчас посмотрел ребят у меня еще есть нет уж некоторые из вас есть скорее всего на слово не поверите возможно не знаю у меня есть еще 67 процентов 67 процентов поставил на балансировку принудительную 382 и 93 83 вот балансируется вот одна ячейка 3798 балансируется пускай потихоньку пока я тут сижу с вами общаюсь 67 процентов разница между ячейками 0034 вольта ну это да это достаточно много там было бы там 1215 можно как-то терпим ну я в этом с еще не так разобрался то есть в этих настройках поэтому вот как есть так и есть тут поставил 25 ампер у меня так если видно вот она у меня бы мы сработает вот видите пять дней 21 час 23 минуты 16 с у меня 16 ячеек а какой в общем и так далее старт поставил на принудительную балансировку вот показываю здесь 39 45 градусов дмс ячейки нормально так греется это из-за чего интересно из-за того что наверно на улице жарим поэтому не греется ну да ладно ничего страшного главное чтобы не 80 градусов тогда бомбанет это жалите все таки отличий я собирал аккуратно сам собирал новым сварочным аппаратом руслан спасибо тебе тоже за помощь за финансовую приобрел ребят ребят новый сварочный аппарат мощный паяльную станцию никелевые ленты и так далее короче вот для старта для работы руслан не помог руслан огромное спасибо вот у меня были раньше вот сварочник такой плюшевый уж короче ну руслан спасибо короче я попозже тоже при сборке аккумулятора я обязательно ребят покажу этот сварочный аппарат из чего он состоит что-то внутри разберем скорее всего мы его с вами с гарантией мы его сами также интересней посмотрим как и что там паять что там варит приварим какому-нибудь гаечному ключу николевую ленту попробуем оторвем мусор я ребят прибрал здесь на этом месте я сидел еще раз покажу электробайк только что даже василий николаевич сэнгресса интересовался но чем ты сюда приехал я короткое видео отправил на ватсап группа и у нас есть телеграм если что ребята добро пожаловать ссылочки будут в описании до жара вышел на солнце уже жарит посмотрим что да давайте посмотрим а вдруг не получится да я парный бабай как так вален как ты так можешь как ты так можешь не тяжело жесть вообще были свалишься капец будет если упадешь ладно давай удачи так у меня там на зон заказы пришли ребят надо туда сгонять так где я где-то короче здесь магнит магнит магазин так сейчас не могу понять где я тоже бывший адрес был блин как все этот меняется так будет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо, до свидания Телефон на место Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал!